Всем привет, с вами Назин и сейчас мы с вами распакуем вот эту прекрасную гору посылок с сайта Алиэкспресс. Приготовьте себе прохладительный напиток, ибо жара просто нереальная и будем с вами начинать. И начнем мы с вами с вот такой вот посылки, которую я уже распаковал, просто потому что она мне нужна была для работы, да и вообще для каких-то первых мини-тестов. Это вот такое крепление для смартфона от компании Ulanzi. Это крепление превратит ваш смартфон в некое подобие камеры или фотоаппарата, как вам больше нравится. Давайте сейчас я вам дыренько его покажу, расскажу, потому что штука мне понравилась. Штука действительно очень и очень удобная. Значит так, в комплекте у нас, смотрите, вот такая инструкция, она китайская, но по факту она нафиг не нужна, потому что все банально, все просто. Вот так выглядит наше крепление. Здесь прорезиненная ручка, удобная. Так, берете, и вот так это, собственно, выглядит. Давайте возьмем смартфончик, вставляем наш смартфон, фиксируем его, и вот, и вот что получается. То есть кто-то скажет, зачем это нужно, если мне смартфон и так удобно держать, да еще и смартфон у меня хорошая стабилизация, нафиг надо платить деньги за крепление. В принципе, я с вами соглашусь, но если вы что-то часто и много снимаете, в любом случае с этим креплением вам станет гораздо комфортнее. Благо стоит оно недорого, а ну просто приятнее пользоваться. И тут есть всяческие плюшки. К примеру, плюшка первая, это вот такое магнитное зеркальце. Оно на магнитике, то есть когда вы лупите какой-нибудь селфак, снимаете какое-то селфи, вы можете параллельно смотреть в зеркальце и видеть, что вы снимаете. Это очень-очень удобно. Далее у нас на этом креплении есть разъем под штатив, либо какой-нибудь свет зафиксировать, микрофон, что-то такое. То есть здесь у нас снимаем крышечку и здесь находится кабель Type-C для подзарядки непосредственно вот этой кнопки. Она магнитная. То есть вот он магнитик, все это дело магнитится, фиксируется. Здесь даже еще вот такие вот штыречки есть, зафиксировали и снимаем. То есть подключили по Bluetooth к смартфону, запускаем видео, фото, съемку. То есть ты ходишь такой, чик-чик, 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 все снимаешь, все хорошо. Плюсом еще здесь есть горячий башмак. Снимаем защелку. И здесь можем установить, к примеру, какой-то микрофон внешний направленный, либо какой-то свет. В моем случае что удобно? Когда я делаю какую-то предметную съемку, особенно если это модели какие-то я снимаю, это движущийся объект. Я люблю снимать в полной темноте. И на черном столе, на черном фоне у меня двигается объект. Едет какая-то там машинка или еще что-то, ну смотря что я снимаю. То есть запускаю камеру, фиксирую сюда какой-то доп-свет и чисто в движении прямое попадание света на объект и снимаю. Это очень-очень удобно, получается красивый кадр. То есть для съемок очень вполне удобная штука. Пластик здесь. Среднего качества. Ну все аккуратно, все комфортно. У продавца есть еще вариант с магнитным креплением, которое дополнительно поворачивается на горизонтально, вертикально. То есть смартфон можно поставить и вот так, и вот так, как вам угодно. Магнитное крепление. Ну и так там больше под... Они позиционируют под Apple продукцию. То есть заходим к продавцу, покупаем. Крепление реально очень годное. Мне снимать с ним стало гораздо-гораздо комфортнее и приятнее. Особенно когда что-то вы уже там подсняли. Мне нужно сделать какую-то... Такую горизонтальную съемку. То есть поставить телефон. Пожалуйста. Не проблема. Мне не нужен какой-то маленький штативчик, чтобы снизу что-то подснять. Да, то есть вот такую какую-то съемочку сделать. Дополнительно можно телефон еще и подставить. В общем штука реально копеечная в целом. Но очень-очень удобная и функциональная. Так, следующая посылка, которая также пойдет сейчас сразу в быстрое пользование. Открываем аккуратно. Потому что плотно запаковал продавец. И здесь у меня находится вот такой кабелек. Кабель для... Кабель, кабель, кабель. Кабель-удлинитель. Удлинитель USB. Длина 1 метр. У продавца опять же есть различные варианты. Пол метра, метр, полтора, два, три, пять наверное даже. Зачем конкретно это нужно мне? Многие используют... Используют. Многие используют как... Чтоб не раздалбывать гнезда в компьютере. То есть, к примеру, я там часто скидываю флешки какие-то. То есть с тыльной стороны... У меня вариант USB 3.0. С тыльной стороны воткнул гнездо. Сбоку зафиксировал непосредственно уже мамку USB. А, и сюда уже флешки. Да, постоянно что-то скидываешь, перекидываешь, Чтоб не раздалбывать гнезда. То есть я использую и в таком варианте, и второй вариант. У меня подсветка на мониторе. И там очень короткий кабель. Ну, то есть я ее не сильно удачно зафиксировал. У меня получается короткий кабель и не дотягивается до системника. То есть мне вполне метрового кабеля на это дело хватит. То есть эту папку я устанавливаю непосредственно уже в компьютер. Сюда буду устанавливать подсветку. USB 3.0. Метровый кабель. Как вы видите, достаточно толстый. Неплохое качество. Покупал чисто из отзывов. Не стал брать какой-то супер брендированный, Типа там Ugreen, Овскова или еще что-то. Они гораздо подороже будут. Продавца отзывы хорошие. Покупок там много. Все довольны. В общем, если кому нужен вот такой вот удлинитель, Милости просим. Слышка будет в описании. Как, собственно, и на все остальные товары. Следующий товар. И это у нас вот такая RGB лампа. Все той же компании Ulandi. Модель iLight Pocket Ice Light RGB. Такая мини-лампа. Кто смотрел мои предыдущие распаковки, У меня от этого бренда, собственно, Ulandi, Сейчас добавилось крепление. Есть у меня еще лампа, которая такая плоская, Как ладошка. Она сейчас как раз создает вот этот синенький маленький свет. И я покупал в форме длинных палок таких, Которые, две штуки комплекта, Которые часто используют как заполняющий свет. Где-то на стеночку подсвечивают. Они достаточно мощные, яркие. И создают красивую картинку. Единственное, что я для себя на вот этих длинных палках, Они там сантиметров по 50, Отметил это то, Что они именно как заполняющий свет. То есть их нужно где-то далеко ставить от стены, Чтобы они хорошо осветили стенку. Использовать ее точечно, Чтобы осветить какой-то маленький сблизи участок. Нет, дают какой-то просто вот такой луч. И по факту свечение какое-то фиговое получается. То есть именно обширное, Плотное заполнение светом. Эти лампы дают отлично. Я их часто опять же использую для съемок своих моделей. А эту лампу я именно взял опять же под крепление. То есть где-то надо зафиксировать ее, Прикрутить к креплению. И будет мини такой свет. Модель iLight. Это по-моему даже кстати новая ихняя лампа. Здесь 20 цветовых режимов. Магниты здесь есть. Можно крепить к металлическим поверхностям. 2500 на 900 кельвинов. От 2500 до 9000 кельвинов. Вот так правильно. Вот так правильно. Давайте откроем. Вот наша лампа. В комплекте у нас опять же достаточно длинный, По-моему метр USB Type-C для подзарядки. Что странно. Как правило к таким вещам вложит какой-то огрызок кабеля. Здесь нет длинный кабель, Который опять же где-то пойдет в использование. Естественно я скорее всего буду заряжать все теми же огрызками от обычного блока питания. Вот так выглядит наша лампа. Посмотрите какая она маленькая. Здесь у нас магнит. Также крепление. То есть на штатив куда-то прикрепить. Магнит. Магнит. Опять крепление. Под какой-то штатив. Где-то накрутить на какой-то фиксатор. На какое-то крепление. Прикольно. Магнит здесь очень мощный. Я также тестировал такую же лампу. То есть банально к холодильнику намертво присасывается. В чем прикол. Если вы купите 2, 3, 4 штучки таких. Вы снимаете. Ну что мне в голову придет. Мое такое ближайшее. То есть там турничок какой-нибудь. Вечерняя съемка. Вы на турник. Раз. Два. Сверху. Слева, справа по бокам зафиксировали несколько штук. Включили. И будет офигенная картинка. Классный. Реально получится свет. Здесь у нас есть даже вот такая, видите, линейка. Цветовая. Переходы от света к чему. Далее у нас здесь есть вот такие даже ножички прорезиненные. Дисплейчик. Чтоб это не ерзало, как говорится. Никто. И разъем Type-C для подзарядки. По поводу работы могу сказать, что это уже проверено. На максимальной яркости. Работает чуть больше 2 часов. Где-то 2.10, 2.15. Где-то вот так. И потом нужно уже заряжать. Здесь у нас 4 клавиши. М-ка, значит, мы включаем. Вот у нас загорелась у Ланзи. М-ка и мы меняем. Видите, по опциям бегом. H, S. Ну и яркость. Яркость у нас плюс 100. Минус регулируем. Плюс регулируем. Есть цветовые режимы. Опять же, вот это меняем. Вот они переливы пошли. Это уже температуру. Мы можем выставить. Опять же, М-ка и переключились. Вот 9000. Уменьшаем. Лампы очень яркие. Действительно маленькая, но очень яркая. Давайте я вам лучше сейчас ставлю какую-нибудь подсъемочку. Не стал я дожидаться совсем кромешной тьмы. Задвинул просто шторки. И за спиной у меня работает пара мониторов. И вот так малютка освещает вот этот угол. Расстояние до камеры где-то 2,5 метра. Убрали. Вот появилось. Давайте молча посмотрим различные режимы. Сколько ярко она светит. Это просто цветные какие-нибудь. Ну давайте режимчики чисто переключаем. Переливы. В общем, думаю, в целом понятно, что маленькая лампочка вполне достойная. Следующая коробка, которая по факту ко мне вообще приехала без пакета. Что было странно, это была посылка, в которую нагрузили несколько посылок. Сейчас так классно упаковывают. Ну, ни для кого не секрет, да. Но вот в этот раз приехали некоторые товары просто без какого-то доп. пакета с личным трек номером. У них был какой-то общий и все. Вот это для меня странно. В общем, вот эту штуку я взял на подарок. Это вот такой вот 3D деревянный конструктор. Шоколадная фабрика Marble Run. То есть здесь у нас будут, соберем всю эту штуку. Будут кататься всякие шарики. Ты, значит, тут вращаешь рукоятку. Эти шарики там по какой-то спиральке, по какому-то трека бегают. Вот сюда заполняются, здесь будут вверх подниматься. И опять по кругу все это циклично. Тут будут всякие, насколько я знаю, здесь будет еще играть какая-то музычка после включения. И LED-подсветка у нас здесь будет. Вот тут даже написано Mechanical Gears Transmission. То есть механическое движение у нас. Это я не знаю, что это. Цикличный трек. LED-подсветка со звуком. Вот вам значки такие, что музычка еще играть будет. В общем, это вот такая красивая шоколадная фабрика. Подарок для детям. Самое то. Ни для кого не секрет, что я сам увлекаюсь пазлами. Но конкретно эта моделька пойдет на подарок. В стиле типа Steampunk. Вот у нас тут всякие спецификации. Кто хочет, поставьте на паузу. Посмотрите. Штуки реально несложно собирать. Инструкции офигенские. Я прям сильно распаковывать не буду. Но просто покажу. Вот у нас есть запайка. Здесь у нас непосредственно находятся детальки. Деревянные. То есть детальки мы выдавливаем. Тут где-то наждачком подчистили, если нужно. Часть дерева крашеная, часть дерева белая. Всякие шестереночки. То есть по инструкции все детальки выдавливаем. Собираем и получится у нас все красиво. В комплекте у нас вот такая классная инструкция. Пошаговая. Все написано. Все расписано. Где, какую детальку найти. На какой плашке. Под каким номером она. Как соединить. Собираем, собираем. И получим и в конце то, что получим. Вот эту штучку получим. Помимо инструкции, вот они наши марблы. Шарики. Которые здесь играют роль вот таких цветных конфеток. Вот он здесь пультик. С подсветкой. LED ленточкой. Какие-то еще наклеечки. Что-то мы клеить будем. Такая пластиковая крышечка. Прикольно. Это сверху, видимо, будет. В комплекте у нас идет отверточка, пружиночки, рукоятки, болтики, винтики, металлические фрутики. Также вот у нас какие-то, смотрите, маленькие конфетки какие-то. Это... Господи, не бублик. Пончик. Пончик. Пончик у нас здесь есть какой-то. Вот они всякие какие-то белые заглушки. Опять тут винтики. И колокольчик. Смотрите, какой колокольчик. Даже джеленькая, да. И еще есть вот такая пилочка. Прикольно, кстати. Она потом, как правило, не остается. Можете еще там ноготочки себе подровнять. В общем, вот такой реально солидный комплект. То есть, не какой-то там дешманский конструктор, да. А все именно по красоте. Поэтому себя порадовать, детвору порадовать. Однозначно рекомендую. Ну, от бренда Rokker. Реально у них качественные очень конструкторы. И давайте вам покажу еще один конструктор. Этот я уже купил непосредственно для себя. Я вообще не планировал на него что-то снимать. Но раз уже распаковка есть, я его распаковал. Ну, в принципе, и вам покажу. Опять же, для понимания, что, куда и зачем. Все у того же бренда Rokker. Есть еще вот такая подсерия с различными жуками. Это уже тоже пазл. Детальки и из пластика. То есть, после сборки мы получим вот такого охрененного жука. Вот такая спецификация. Картинки, значки, тра-та-та. Давайте я вам покажу, что здесь непосредственно. Вот такая нас встречает красивая бумаженция. То есть, это именно такой графический рисунок. Как его проектировали. То есть, вот у нас получится. А вот как он там в проекции. Так как его там дизайнер делал. Встречает нас такая приятная бумажка. Достаточно. Здесь уже пластиковые детали. Они были каждые в отдельном пакете. Но я пакеты эти уже разорвал, выкинул. И вот так выглядят детали. Пластиковые детали. На таких плашках вы их скусываете. По инструкции. Все написано, рассказано. Как, где, что. Ну, в принципе, вот они эти зажимчики. Детальки скусываем. Детальки, ничего с ними делать не нужно. Отверстия все подогнаны. Все хорошо. Просто по инструкции соединяем их уже между собой. Здесь будут у него вот такие рога. Жук. Рогоносец. Вот такие детальки. Здесь также есть уже и резиновые детальки. Это у нас будут лапки жука. Такие вот прозрачные. В зависимости от комплекта. Каких-то деталей больше. Каких-то меньше. Жуков там, кстати, очень много разных. И они у меня. Вот этот остался последний. У меня их уже пять. Пять, по-моему, в линейке. Вот она инструкция. Инструкция в виде книжечки. Опять же, на английском языке. Китайский. Тра-та-та. Вот как это все выглядит. То есть, возьмите такой-то номерок. Такую-то детальку. Такие-то винтики. Все это дело соединяем. Это мои там пометки. То есть, вот такая инструкция. Также отдельно у нас идет вот такая бумаженция. На которой, опять же, расписаны все элементы. Все детали, которые участвуют в сборке. Вот она их маркировка. П1, П2. Какое крылышко. Как что загибать. Что как собирать. Как выглядят детальки. Шестереночки всякие. Тут, кстати, металлические элементы. Пластик, резина и металл. В комплекте у нас будет вот такая подставка. На которую фиксируется жук. Запитывается она от трех батареек 3А. Потом жмем на кнопочку. И жук у нас будет работать. Вот у нас коробочка. Уже в коробочке. Тут даже, опять же, отверточка, зубочистка, смазочка. Чтоб механизм хорошо работал. То есть, полный комплект. Вы открыли и собираете. Всякие металлические штифтики. Здесь, в этом наборе, так как он электронный. Здесь идет и он мини-моторчик. Платка управления. Ну, в общем, все по-солидному. Это реально очень круто выглядит. И мне эти пазлы очень зашли. То есть, не какие-то там Lego. Не какие-то там деревянные. Это нечто другое. Очень простое. Очень интересное. И в реале, в реале очень эффектно. Потому что после сборки все действительно выглядит очень круто. Давайте, чтоб много не говорить. Я вам даже одного сейчас покажу. Покажу вам одну из самых моих любимых моделей. Я ее уже даже подготовил. Это вот такой вот шикардосный Скорпион. Посмотрите, какая штука. То есть, это типа игрушки можно назвать. Но я бы сказал, что это игрушка для взрослых. На полочке выглядит просто эффектно. Смотрите, жмем вот сюда. Здесь какая-то есть программа у него. Смотрите, здесь значит у нас вращается. Движок заводится. Клешня роботическая. Они тоже все в стиле стимпанк в таком выполнены. Ну, пошло дело. Подсветочка есть. Вон, видите, здесь блымкает. Тут вон лучик светит. И вот он сейчас отработает. Три минуты они работают. То есть, идет цикл три минуты. И после моделька выключится. Выглядит очень эффектно. Собрал это, кстати, я где-то за 4 часа. В средней модели 3-4 часа собираются. То есть, недолго. Я не поленился. Я специально для вас сбегал. И достал еще одного такого последнего своего жука, которого я собирал. Жук-носорек. Смотрите. Уже в пылючке у меня. Да? Круто машет. И у него крылышки открыты. И тут у него, видите, установлен поршневой двигатель. Поршни работают. Внутри подсветочка. Ну, согласитесь, реально очень круто выглядит. Детализация, конечно, шикарная. Собирается, опять же, как я сказал, все легко. Все подогнано идеально. Красавчик. Следующий товар. Это у нас вот такая крутейшая, на мой взгляд, крутейшая мышка для моего компьютера. Я долго ее хотел. И хотел, объясню вам почему. Все мои мышки, как правило, были до этого за 4 доллара, 5-10. Самая дорогая была 15. Моя сейчас нынешняя проводная. Она офигенная. Очень удобная. Все мне нравится. Но не нравится, что она проводная. Смотрел в сторону Razer. Вечно мне что-то там не так. Я много чего перещупал. Что-то мне не заходит. Что-то мне не нравится. И нашел я вот такой бренд, который называется Gravostar. Мышка весьма необычная. По-китайски ничего вам не скажу. В моей версии поддержка, судя по всему, вплоть до 26 тысяч DPI. Вообще трендец, на мой взгляд. Не знаю. Мне кажется, я просто в рабочем режиме больше 2-2,5 тысяч не активировал. Ну, короче, она еще как геймерская позиционируется. Ибо здесь какой-то охренеть какой крутой процессор стоит, судя с описания. И с обзоров, которые я смотрел. Все ее нахваливают. Все круто. Это достаточно популярная мышка. Если среди мышек есть такие. То есть обзоров на нее охренища. Поэтому отдельно никакой про нее делать не буду. Что здесь у нас есть? В общем, вот она спецификация. Кто хочет, почитайте какие там чипы. 400 мАч батарейка. Разъем Type-C для подзарядки. Ее вес, ее данные. Bluetooth версии 5.1. И поддерживается герцовка вплоть до 4000 ГГц. Но здесь есть нюанс. Потому что к мышке тогда нужно докупить донгл. Который идет. Донгл 4К. Он как раз поддерживает 4000 ГГц. Изначально мышка не путайтесь с DPI. Изначально она поддерживает через стандартный донгл. Который в комплекте идет. По-моему 1000. Открываем коробочку. И... Оу. Оу май гад. Смотрите. Здесь внутри у нас вставка мягкая. Чтоб мышка у нас не прыгала во время пути. И вот так выглядит. Слушайте, а прикольно. А прикольно. Мне нравится. Весьма. Весьма необычный дизайн. Посмотрите. В общем. У меня вот такая серенькая вариант. Silver. Silver. Есть вариант. Это называется Gravastar M1. Есть еще вариант M2. Она выполнена из пластика. И там стоит другой сенсор. Другой чип. Другой аккумулятор. Все меньше емкости. Все похуже будет. А эта же мышка. Идет на топовом чипе. Который там топовый. Я номер его не знаю. Ну кто в этом шарит. Короче поймет. Потому что я чуваков смотрел. Все говорят. Топовый чип. Все работает. Ничего не тормозить. Все вообще зашибить. Все круто. В общем. Кто в этом шарит. Зайдете. По ссылке. Посмотрите. И сразу за цену. Ценник гораздо дешевле. Естественно на Алике. Чем взять на официальном сайте. Без всяких скидок. Без подколов. По-моему она в районе 70 долларов. По скидке мне она вышла что-то 51 или 52. Прикол этой мышки в том. Что она выполнена из. Блин. Как же она там называлась. Едированный сплав. Или что-то. Ну в общем это металл. Очень-очень какой-то легкий металл. Едированный сплав. Как для металла она легкая. Вес ее заявлен. По-моему 79 грамм. Но я не скажу что она в руке. Вот у меня ощущается какой-то тяжелый. Кнопка переключения DPI. Колесико прорезиненное. Очень тихо. Вход приятный. Клик не тихий, не громкий. Снизу у нас есть вот этот донгл. Обычный. Включение. Сейчас она выключена. Вот это у нас режим вправо. Режим Bluetooth. Загорелось. А это у нас режим 2,4 ГГц. Непосредственно под сам донгл. Включили. Что у нас еще в комплекте? В комплекте у нас к донглу идет вот такой переходник с USB-A на Type-C. Зачем это нужно? Ибо у нас в комплекте в коробочке еще идет вот такой офигенный плетеный кабель. Плетеный кабель. В чем прикол? В общем многие знают, что если вы устанавливаете коннектор в компьютер, что-то там сигнал теряется. Если у вас комп еще далеко, не доходит сигнал. Это есть такая у многих проблема. Для этого мы берем донгл, вставляем вот этот переходник. Вот такой плетеный. О, прикольный. Слушайте, кабель с резинкой. О, он защелкнутый. И, в общем, это в ПК. Где у нас там папка? Папку мы, значит, берем сюда в переходник. И то есть от ПК мы можем протянуть кабель, вывести непосредственно донгл поближе, ближе к мышке. То есть где-то на стол положить, либо где-то на тыльной стороне стола протянуть кабель, зафиксировать. Тогда просто, чтобы сигнал был поближе непосредственно к самой мышке, если у вас есть такая проблема. Все красиво. Ну, реально, мышка очень необычная. Так, далее у нас инструкция. Помимо инструкции у нас идет комплект вот таких гриппов. Сейчас я их не буду открывать. Хотя нет, давайте их откроем, наверное, покажу, посмотрим. Так, у нас идет тряпочка, чтобы мышеньку нашу, дорогущую такую, для меня дорогучая, дорогущую мышку протирать. Вдруг там какая-то пылючка будет. Далее дополнительный комплект ножек у нас вот такой, плотненький, кстати. И гриппы. О, а гриппы, слушайте, ну, они клеятся, да, то есть, если не хочешь такой дизайн, можешь вот такие вот наклеечки приклеить. То есть, на боковые граньки сюда и на клавиши непосредственно. Я думал, это тупо какие-то наклейки, а это не тупо наклейки, это прям вот мякушки. То есть, они сверху прорезиненные чуть-чуть, и они, если видно, они достаточно плотные. То есть, по сути, наклеивая их сюда, мышка станет чуточку повыше и чуточку поплотнее в боках. Наберет, так сказать, в массе. Итак, ребят, пока я собрался дописать это видео, дописать всю информацию, смонтировать видос, прошло уже, по факту, больше месяца. Наверное, где-то уже полтора. Скорее всего, где-то так. И, как можете видеть у себя на экране, мышку я перед этим полностью зарядил. Заряжалась она где-то около часа. И примерно по 6 часов в день я пользуюсь мышкой. Комп работает с утра до вечера. Но мышкой я пользуюсь конкретно часов 6. Наверное, не больше. И вот 25% практически за полтора месяца, 25% у меня еще заряда осталось. То есть, если вы будете катать с утра до ночи, то в принципе, недели на 3-3,5 вы можете точно рассчитывать. Заряд уходит достаточно экономно. Потому что прикол в том, что, ну, как и дешманские мышки, она тоже впадает в спящий режим. То есть, если вы не пользуетесь там в течение 10-20 секунд, она падает в спящий режим. Но классно, что у нас с него мгновенно выходит. То есть, если мышка там подзаснула, вы сразу взяли, хлоп, и погнали ей работать. Не нужно никакой клик делать, а не тормозит. Она сразу включается в работу. Сенсор вообще офигенный. На любой поверхности мышка работает просто шустро. Никаких ни подвисаний, ничего. То есть, я перед этим дешманскими беспроводными мышками в том же фотошопе, к примеру, где-то где-то нужно там все спозиционировать точечка в точечку. Или в монтажке. Что тебе нужно попасть там условно в пиксель в пиксель, кадр в кадр. Это проблематично. С этой мышкой я как с родной. Сел, погнал, все работает, все отлично. Итак, вот само приложение Gravastar. Включили на первой вкладке, где домик, мы можем переназначить все клавиши, обозначить какие-то на них действия, записать все это в профиле. Это очень удобно. Соответственно, далее настроить можем уровень DPI. Как вы видите, 800, 1200, 1600, 2400, 3200, 6400. То есть, докупите донгл 4К, будет у вас больше возможностей тех же DPI. Частота опроса 125 Гц, 250, 500, 1000 нам дают поставить. Параметры сенсора можем настроить. Кому вдруг что не нравится, я, к примеру, поставил сглаживание движения. Более приятнее, мышка прям заметно приятнее стала двигаться. Далее, в следующей вкладке, это мы здесь можем настроить различные макросы, записать. Посмотрите, здесь есть задержка по умолчанию, цикл до отжатия кнопки, цикл до нажатия кнопки. То есть, еще это дополнительно прописать временными циклами. Все это записать в свои макросы под определенные задачи. Это, конечно, вообще офигенно. Далее, следующая вкладка, у нас режим подсветки. Здесь мы можем задать один цвет, радуга, радуга фиксированная, неон. В общем, дофига и больше всяких приколов. Ну, вот у меня, к примеру, по умолчанию стоял просто свет. Здесь мы можем откорректировать яркость. У меня на восьмерочке стоит, и этого вполне достаточно. Мышка светит ярко. То есть, от максимальной яркости, вот, десятка. Ну, а достаточно в темноте, это очень ярко. И вплоть до какого-то минимального значения. Там вот, ну, условно, до двоечки. Видите, она уже такая более блеклая. Скорость свечения. Все это переназначается. Также можете записать какие-то свои оттенки, цвета, настроить. Ну, в общем, как обычная RGB-мышка, все настраивается. Вот, видите, отключение при бездействии. У меня стоит 10 секунд. То есть, 10 секунд я мышкой не пользуюсь. И она отключается. Можно 30 секунд, 1 минута, 5 минут, 10. Ну, 10 секунд вполне нормально. То есть, как правило, этого достаточно. И на последней вкладке здесь мы можем выставить язык, обновить прошивку, если такая требуется. И прочие мелочи настроить, подстроить для себя что-то. Есть, допустим, вот такой интересный режим, который называется. Галка у меня отключена, потому что я использую удлинитель. У меня, по факту, вот здесь уже находится сам донгл. И мышка вообще не тормозит, не отключается, все хорошо. Но, если вы там вообще по какой-то причине далеко работаете, то можно поставить галочку. И тут написано, что в данном режиме рабочее расстояние устройства и устойчивость к помехам будет больше. Но при этом также рабочий итог будет увеличен. А время автономной работы уменьшено. То есть, если вы это по факту, как я на других обзорах смотрел, работает, ставите галочку и можете где-то далеко работать. Но мышка будет быстрее разряжаться, но при этом коннект будет более стабильный, более шустрый. Мне это не надо, так как вот здесь, как говорится, все по местному. В общем, вот такое простое приложение, но, тем не менее, функциональное, много чего можно настроить. Мышка реально классная, комфортная. Как вы видите, я наклеил сюда уже наклеечки. Вот эти Gravastar. Мышка стала плотнее. Приятней. Я доволен. Реально, такая. Слегка холодит руку. И не холодно, и не жарко. Прям, ну, вообще реально. Короче, деньги за нее я абсолютно доволен. То есть, это хороший пример того, когда ты пользовался чем-то дешевеньким, да, и тебе что-то там вроде неплохо было, или что-то не нравилось, а тут купил дорогую, как для меня, мышку. И вот кайф. Реально денег не жалко вообще. Мышка огонь. Так что однозначно рекомендую. Она себя полностью оправдала. Следующая посылка, это вот такой пластиковый тубус. Для меня это неожиданно. Я подобные товары много раз покупал, но ни разу не было пластикового тубуса. А в пластиковом тубусе у нас находится вот такой фон для съемки. Сейчас снимаю я на таком вот черном фоне, а это заказал я. Кстати, черный фон у меня там с текстуркой, если вы обратили внимание. А это чистый вот такой цвет. У продавца есть там различные варианты цветовой гаммы. Выбирайте, какой вы хотите. И эти фоны двухсторонние. То есть, это вот такой вот типа бирюзовый, да, нежно-голубой такой светленький. Это цвет какой-то росы, не знаю. Цвет детской неожиданности, да. То есть, ну вот, наверное, бирюзовенький. Это более такой голубоватый. Как правило, все эти фоны ко мне приезжали просто намотаны на пластиковую трубку. На пластиковую, на пенопластовую. Чего я еще удивился. А у этого продавца вариант приезжает именно в пластиковом тубусе. Очень круто. Снимать на таких фонах очень хорошо. Фото-видеосъемку какую-то делать. Размер 57 на 87 сантиметров. То есть, фон достаточно большой. Фиксируется на скотч, как угодно. Скотч от него хорошо отлипает. И еще не водостойкий, влагостойкий. То есть, вдруг вы там водичку какую-то что-то разлили. Ничего с этим фоном не будет. Мягенький, приятненький. Достаточно плотная бумага. Ну, такой двусторонний фон. В общем, вариантов много. Но конкретно у этого продавца все именно в чистом цвете. Комбинация лишь отличается с одной и со второй стороны. Там оранжевые, красные, синие, зеленые, блакытные. Какие угодно. В общем, розовые, желтые, что хотите. Белые, черные. Заходите. Если фоны нужны, они реально выручают. Если у вас нет как что-то там супер красивого. Ну, короче, до фоток, видео. Это офигенная тема. Купили разных фонов. И у вас все красиво получается. И последний товар на сегодня от компании Xiaomi. Мидя. 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 Не знаю. Вот он, значит, логотип. Это у нас ручной отпариватель. У меня уже такой один есть в личном пользовании. На него я как-то не снял никакую не распаковку, не видео. Все как-то руки не доходили. И потом мне вообще лень стало. Я им начал пользоваться. Он уже там и подоблез и всякое такое. Тут, в общем, попросили меня соседи заказать подобную штуку. Увидели, сказали, задолбали нас эти утюги. Особенно летом. Где-то что-то быстро освежить. Доску доставай. Утюг грей. Все это очень долго. А тут все прям круто и очень удобно. Вариации этого ручного отпаривателя очень много разных продавцов. У Xiaomi, к примеру, в недорогом варианте есть вот эта модель. И сейчас чуть подороже, чуточку помощнее, но уже без подставки. Вышел еще один такой вариант. Но мне его заказать не получилось, потому что у меня почему-то с этим вариантом, вроде как он доступен к заказу, но заказ не проходил. Постоянно какая-то ошибка. Я зашел к другому продавцу опять ошибка-ошибка. И, короче, не знаю, что-то не заказывалось. В общем, все по-китайски. Из того, что я тут прям могу вам показать и рассказать. Время нагрева этого чудо-устройства у нас 30 секунд. Бак у нас объемом 160 миллилитров. И этого, чтобы прям выгладить, ну, 3-4 футболочки. Точно можно. Прикол в чем? В общем, здесь мощность конкретно в этом устройстве 1200 ватт. Тот, который мне не удалось заказать. Он идет чуточку мощнее, на 1300. Вся эта фигня с полным баком устройства греется 30 секунд. Поткнули в розетку, полный бак, греется 30 секунд. Есть у нас там индикатор. Все, можно работать. Он не брызгает водой. Чисто горячущий, сухучий пар идет. Руку, если что, не подсовываешь. Потому что будет бобо, будет очень больно. В комплекте у нас инструкция. Далее, опять, в случае, как и в моем варианте, был переходник с китайской вилки. Переходничок. Пусть будет переходник. Кстати, нормально. Ничего не выпадает. Все хорошо. Идет рукавичка. Никогда ей не пользовался. Но в комплекте она есть. Может, чтобы вещи там не пачкать. Или, не знаю. Ну, какая-то она маленькая. Не сильно удобно. Ну, рукавичка есть и есть. Ок, хорошо. Кстати, я когда свой вариант распаковывал, я не смог это потом запаковать. Что-то у меня это нифига не сложилось потом назад. Потому что как-то это все тут прям, прямо тут зажато, пережато. И потом неудобно. Здесь, кстати, еще такие штуки. Насадочки. которые, ну, я лично не нашел им применение. То есть, может, вы знаете, зачем они, почему, что с ними делать, кто пользуется. Может, там, в рабочих целях каких-то, или все же в бытовых целях. Напишите в комментариях, пожалуйста, зачем эти штуки нужны. В общем, инструкция, переходник, перчатка. Далее, у нас в пакетике находится непосредственно сам бак. Вот так он выглядит. тут силиконовые вставки, специальные разъемы, чтобы вам было именно как правильно попасть в пазы, чтобы ничего нигде не выпало. Силиконовая заглушка. Заливаем сюда водичку. Бак из пластика. Вот даже есть значок, типа, как открыть, как закрыть, полуоборот. 160 миллилитров, 1200 ватт, 30 секунд, греется, и вес 708 грамм. В принципе, не тяжелый. Его удобно держать. В общем, в комплекте идет еще вот такая щетка. Под какие цели, что выглаживать, и может, какие-то сильно лохматые вещи, не знаю там, что можно. В общем, напишите, мне интересно, кстати. Ну, я и не нашел применение. Китайская вилка, провод, достаточно длинный. Ну, в принципе, можно через длинничий какой-то пользоваться. Далее, тут у нас опять все запаяно, все заклеено. По-кощунски давайте это разделем. Ну, я уже красиво соседям не упакую, поэтому отдам как есть. Ну, что поделать? Так, вот оно. Тут ничего. И вот так выглядит, собственно, у нас само устройство. Я считаю, что этот вариант даже чуть получше, потому что в варианте, который немного подороже, там уже нет ножки, как минимум. То есть, да, пожалуйста, ну, как поставил и все. Там нет ножки. Но зато там рукоятка. Ножки нет, рукоятка там складная. Типа, меньше места занимать будет. Поэтому тут решайте сами. Мне больше вариантов нравится с ножкой. Пластик. Пластик достаточно хорошего качества, приятный на ощупь. Одна кнопка. Значок Миндзя. Вот так как это дело выглядит. Сюда фиксируем бак. Не так. Во. Чик. Он защелкнулся. Нагревательный элемент. Ну, отсюда будет выходить у нас уже пар. Из личного я уже пользовался, поэтому знаю. Кстати, вот индикатор. Индикатор, который... Сейчас все покажу. В общем, ладно. Хорошо гладит, выравнивает. Хорошо выравнивает вещи-то всяческие тонкие футболочки, хлопок, тому подобное. Футболки, блузочки, какие-то гольфики, легкие брючки, шортики, трусики, если вдруг вы гладите, не знаю, там, платочки. Все, что поплотнее, типа джинса. Джинсу я, в принципе, не глажу. Но, если что, в принципе, можно подровнять, но там, конечно, быстрее будет утюгом. Либо какие-то байковые рубашки какие-то, плотные тоже. Там чуть подольше, но можно выровнять. То есть, вот все, что тоненькое, очень удобно. То есть, вы там летом достали какую-то футболочку, чтобы не ставить доску, гладилку, утюг, быренько включили, 30 секунд нагрев паром, прошлись. Можно как вертикально гладить, то есть, на весу, да, проглаживать что-то. Так можно и в режиме утюга, допустим, поработать. Положили где-то на диванчик кинули, быренько прошлись. Ну, это очень классно, очень быстро освежает вещи. Давайте сейчас вам ее подключу, ну и, собственно, покажу, что мы можем. Так, смотрите, набрал я практически полный бак и тестировать мы будем на моем стареньком, так как я решил, что какая, в принципе, разница, а соседям я уже их устройство отдал. В общем, набрал я практически полный бак и покажу, насколько быстро все это дело греется. вставляем в розетку, через переходничок загорелся индикатор, мигает, можете засекать в собственное время, за сколько нагреется полный бак. То есть, если воды будет меньше, соответственно, нагреется все это дело быстрее. Кстати, могу вам пока показать, пока греется, так как устройством я пользуюсь уже достаточно давно. Когда видите, что собирается накопь, лучше ее убирайте. я какое-то время не обращал внимания, ну, она там бедна, да, и здесь, блин, зараза, чуть-чуть нагревательный элемент, у меня уже красочка немножко отошла. И вот, пока я вам рассказывал, видите, индикатор уже не мигает, то есть, устройство полностью готово к работе. Зажимаем кнопку, ну, видно, как пошел пар. Ну, покажу я вам пример работы на вот такой вот тоненькой, моей любимой мальчике. Сейчас еще тепло, поэтому вполне можно быстренько обработать мальчику. Не сильно может удобно, но, как и рассказывал, что вы буквально повесили на тремпелек, и вот так вот, такими движениями, вот такой проходочкой, осторожно пальцы, потому что кипяток ошпарит. Давайте наблюдать, насколько я ее быстро, даже, наверное, видео ускорять ничего не буду. Прогладим, так сказать, лицо. Было сравнение, какая спина, хотя пар сильный, он и до спины достанет, до тыльной стороны нашей маечки. недавно, кстати, я опять решил попробовать джинсу, прогладил бриджи джинсовые. Если знаете, такое часто бывает, когда постирали джинсы, или что-то джинсовое, как правило, джинса становится дубовое, а с помощью вот такого отпаривателя уже как-то все и помягче. Я прошелся, какие-то мелкие складочки ушли, и уже комфортнее телу стало, потому что джинса стало в разы мягче. Лучше, конечно, углы натягивать, чтобы лучше проглаживалось. Ну, либо самый, я же говорю, простой вариант, мне просто для съемки сейчас неудобно, просто положили где-то на диванчик и прошлись паром. Будет, в принципе, гораздо быстрее и более оглаживая. Но в целом, я думаю, разница и так уже видна, что нет таких уже грубых складок, почему проще. Да, вот так у нас получилось, вот такое получилось у нас лицо. даже до спины чуть-чуть дошло, да? Давайте ее уже догладим. Не помню, говорила я или нет, что когда я снимаю на черном фоне своей модели, я тоже паром быстро прохожу складки, потому что фон большой, 2 на 3 метра, он постоянно сложенный и когда его раскладываешь, фиксируешь на стене, он весь мятый и основные грубые складки я быстренько убираю. Как правило, это все происходит гораздо быстрее и удобней, но пока с вами поговорил, как говорится, маечку освежили и можно вполне ее уже носить. Я результатом вполне доволен. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok